Отличие большое еще в написании слов, в технике написания, обучении написания слов. Всем известно наше урок чисто писания, где нам ставилось в руках, мы все четко писали правой рукой, курсивы, наклон в правую сторону, да, вот эти прописи, мы четко вводили буквы, красиво. Здесь этого нет. Твоя обязанность учителя научить ребенка писать. Как он это будет делать? Никого не волнует. Они могут писать, как курица лапой, всю свою жизнь. Никого волновать это не будет и почерком ставить никто не будет. Это обязанность родителей. Поэтому мы боремся с этим. Но дополнительного времени на... Школа не отводит дополнительного времени, чтобы научить ребенка писать красиво, да, как это делалось у нас в России. Такого нет. И за этим никто не следит, никому до этого не делал. Пишу еще только. Что у нас там за мазня получилось? Итак, только вот здесь смотри. Не R, а N. А я N сделала. Нет, это у тебя R. Не R, это глиня. Запиши вот здесь. Вот здесь. Тоже сломаю. We are friends. Давай. Без ошибок. Точка. Не забудь точку. Так, первое задание, оно закончило. Теперь давай второе смотреть, что у нас там. Теперь нам нужно составить список вещей, которые люди могут выращивать. Первым пишем flowers. После L, O. Ты правильно, правильно. Это L же у тебя? А это R. Нет, L. Должно быть. O. W. И R. А. Да. S. S. Теперь внизу пишешь. Potatoes. Здесь ручка не ставится. Точка не ставится. Потому что это не предложение. Смотри. Хорошо. Potatoes. Potatoes. Pea. 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 Не, не, не здесь. Смотри. Pea. 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 Слушай, я сейчас посмотрю. Я не знаю вообще. Вот такой месс у нас получился в тетрадке. Сейчас мы возьмем прописи. Мама, это мы здесь нарисовали и здесь нарисовали. Такой месс. Сейчас мы возьмем прописи и будем тренироваться. В школе не приветствуются похвала отличников. Я помню, что в нашей школе в России всех отличников хвалили прилюдно в классе. Всех двоечников наоборот стыдили. Здесь такой практики нет. Если ребенок умничка, если он хорошо старается, если у него способности, то ему просто учитель скажет тихонечко, ты знаешь, Петечка, возьми, пожалуйста, задание для первого класса, если тебе скучно делать задание, которое ты уже знаешь. И то же самое детей, у которых есть проблемы, никогда никто не говорит, а пишут родителям письмо руководства школы и доводят его до сведения. А остальное это уже дело родителей. Обязательно это тем, что у ребенка родимая психика. И если постоянно хвалить отличника, а Васечку, Петечку, Манечку не будут хвалить по сравнению с этим учеником, то дети расстроятся и будут чувствовать себя плохо.